Каких изменений вы ждете в состоянии общественного сознания украинцев в условиях затяжной войны? Потому что вот этот год и конец прошлого года стало ясно, что война очень сильно затягивается. Вот ваши ощущения, какие изменения в сознании украинцев произошли в этой связи? Какие изменения зафиксировали социологию за прошедший год? Ну, вообще-то изменений много, если в общем оценивать ситуацию, в сравнении с, скажем... Знаете, здесь сравнивать надо все не только с 22-м годом предыдущего, но и с 21-м годом накануне войны. Так становится понятно, что происходит с украинцами, начиная с той точки отчета, о которой мы шли к этому состоянию. Значит, по сравнению с 22-м годом, конечно, несколько снизились оптимистические ожидания. Несколько, чуть-чуть добавилось трезвости в оценках людей, в оценках того, когда, собственно, можно ожидать победы Украины. То есть, это был год понимания всей сложности ситуации, понимания того, о каким страшным врагом мы имеем дело. Понимаете, Запад, он просто переоценивал Россию, а украинцы ее не оценили. Понимаете, здесь удивительный феномен. Он сказал, что Украина не сможет сопротивляться. Украина считает, что мы за несколько месяцев победим Россию. Если не за несколько недель. После, конечно, первых узла нашествия. Поэтому этот год стал годом адаптации населения к войне. Если Россия была нормализацией войны, об этом все говорят, российские эксперты, то у нас, конечно, никакой нормализации. Мистичный стал взгляд на будущее. Вот, к примеру, классическая ситуация с оценками перспективы страны. Я уже даже сошлюсь в данном случае не на данные нашего института. Потому что у нас последнего месяца нет. А на данные Киевской международной социологии они показали, что если в прошлом году там 88% были уверены в том, что... Или 86% были уверены в том, что Украина в перспективе будет процветающей страной. Вот, то сейчас это, скажем, несколько более 70%. Все равно это почти три четверти населения. То есть принципиально ничего не изменилось. Но, ну да, несколько меньше стало оптимистов. Это очевидно. Я вам такую цифру уже из наших исследований приведу. Если в прошлом году, скажем, год назад, у нас было более 80% людей, которые не сталкивались непосредственно с войной, то есть с боевыми действиями. Сейчас только 56%. Вы можете себе представить? Уже почти скоро половина украинцев так или иначе столкнутся с войной непосредственно. Ну, а опосредованно, это вполне понятно. У нас только 30% людей не сказали, что среди их знакомых и близких нет тех, кто погибли в этой войне. То есть можно себе представить, что фактически уже большинство населения живет страшной травмой потерь, человеческих потерь. И это, конечно, не может не сказываться на настроениях, на состояниях людей. И как это ни парадоксально, и насколько это ни... Тем не менее, все равно большинство людей сохраняет оптимизм. То есть, ну, это уже, например, по нашим данным. У нас очень простой вопрос. У нас такой тест разработан был в институте. Образ страны в сознании Украины. Государство в сознании украинцев. Ну, и там несколько было вопросов о прошлом, о будущем и о настоящем. Ну, вопрос о будущем, он интересен. Мы спрашивали. В будущем вы видите состояние страны лучше, хуже или таким же, как сейчас? Так вот, если в 21-м году, вот представьте себе, чтобы вы поняли, что происходит с украинцами в этот период. В 21-м году лучше будет в будущем 13%. Более трети будет хуже, и остальные останутся так же. В прошлом году, в прошлом, и процентов говорили, что будет лучше. Более 70%. То есть, от 13% до 70%. Да, сейчас снижение. Сейчас только 62% говорят, что будет лучше. Ну, вы понимаете, а и 18% там говорят, что будет хуже. То есть, в сравнении с 22-м ситуация несколько ухудшается по настроениям. Но в сравнении с 21-м она просто остается фантастическим. Это и касается и отслеживаемых других нами показателей. Например, очень важный показатель для страны, это, видите ли вы, лидеров и партии, которым можно было доверить власть в Украине. Вы знаете, что для России такие вопросы задавать нет смысла сейчас. Ну, в силу, так сказать, сложившейся там политической обстановки. У нас эти вопросы можно задавать и сейчас, потому что здесь степень критицизма по отношению к власти у нас сохраняется. Но, тем не менее, если до 21-м году у нас преобладали те, кто считали, что нет такой партии, нет таких лидеров, то в 22-м это был колоссальный всплеск, когда были и партии, и лидеры. Ну, сейчас немножко опять настроения снизились, но, тем не менее, в сравнении с 21-м годом, это просто картина вызывающая, ну, скажем там, если бы я был политологом, она бы у меня вызывала бы просто удивление, учитывая то, что украинцы, вообще-то говоря, по природе своей и по историческому опыту, они, ну, в силу того, что у них не было государственной власти, в силу того, что они как бы были частью различных метрополий, у них формировалось скептическое отношение к власти. И власть всегда воспринималась преимущественно негативно. И вот первый год, это был 22-й, когда, наконец, к власти стали относиться преимущественно позитивно. Эта тенденция сохраняется в этом году, хотя как бы с некоторым. То есть, получается, тут две вещи, которые, мне кажется, следуют из того, что вы сказали. Во-первых, получается, что война сыграла, ну, это страшно, конечно, говорить, но война сыграла такую позитивную роль в государствообразовании, в становлении Украины как такой государственной нации, гражданской нации. Это первая гипотеза. И вторая гипотеза, да, и вторая гипотеза, да, я сразу, чтобы потом вас не перебивать, и вторая гипотеза, да, и вторая гипотеза сразу, что вот исходя из того, что в Украине, так сказать, так остро воспринимаются потери. То есть, я просто знаю, что в России это не совсем так, хотя потерь в России больше, намного больше. Но в России потери локализованы, они локализованы по регионам. И можно ли на основании этого сказать, что украинцы, граждане Украины, более связная нация, нация, в которой существует больше ощущения себя. То есть, это как некий единый организм, который реагирует на удары по какой-то своей части, как по себе. То есть, удары по каким-то, так сказать, регионам Украины воспринимаются как удары по всей Украине. В России это совсем не так. Вот мы сейчас видим, что огромное количество потерь, скажем, в Бурятии, в Туве, в целом ряде других регионов, но они не воспринимаются остальной частью России. То есть, Москва, вот мое любимое выражение, Ксения Анатольевна Собчак любит очень говорить, что на теплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты. И вот, значит, в Бурятии полны кладбища, а в Москве на теплых крышах проходят атмосферные концерты. Вот мне кажется, что для Украины это не характерно. Украинцы, получается, более связная нация, более, так сказать, субъектная, в отличие от России. Вот две гипотезы, пожалуйста, оцените их. Ну, вот понимаете, это очень интересный феномен. Это первая ваша гипотеза, она абсолютно правильная. Я даже, вы знаете, когда началась война, уже 26 февраля ко мне обратилось средство массовой информации, ну, вот как я это воспринимаю? Вот как социолог, то, что произойдет, ну, отвлекаясь от всего, что могут сказать там военные эксперты и прочее. Я сказал, что с точки зрения социологической, что именно сегодня, собственно, и происходит процесс рождения политической нации. Украинцы же, понимаете, они в силу того, что у них опыт государственности очень небольшой, у них и политическая нация формировалась очень тяжело, и 30 лет независимости, они кое-что дали, но очень недостаточно для того, чтобы можно было говорить, что нация сформировалась. Нация формировалась буквально в первые дни. То есть, я бы так сказал, первые дни нападения России дали больше для формирования единой политической нации, чем 30 лет независимости. Независимости, как ни парадоксально. И более того, я не представляю, какой бы еще мог быть феномен, который мог бы так посодействовать этому созданию. Мы же преодолели основные разломы. Мы преодолели самый главный региональный разлом, ну, из-за которого у нас часто возникали противоречия между Югом и Востоком, Центром и Западом. То есть, фактически этот раскол преодолен. Везде одинаково. Восток и Юг не хотел в НАТО категорически, и очень скептически относился к Европейскому Союзу. Теперь же там подавляющее большинство населения и в НАТО хочет, и в Европейский Союз. То есть, мы преодолели региональный раскол, мы преодолели политический раскол. У нас же фактически был политический раскол между различными партиями, воздавляемыми олигархами. Понимаете? У нас, к сожалению, политическая система Украины, ну, в России вообще, ну, она карикатурная партийная система, к сожалению, сейчас. Но у нас она была очень своеобразная. Это была политическая система, где было столько партий с олигархом, реально действующих, и их величина, размер и влияние зависели от количества средств, которые тот или иной олигарх вкладывал в эту партию. Вот удивительно. То есть, политических партий у нас фактически не было. Вот этот вот феномен конфликтов между олигархическими образованиями, которые поддерживались теми или иными политическими силами, все, он преодолен. У нас это уж такие... Олигархи утратили политическое влияние, о чем, вообще говоря, мечтали все политологи Украины либерально долгое время. Буквально это все изменилось. Ну, и вообще украинское... Я вам вот что хочу сказать. Переходя к вашей второй гипотезе об эмпатии. Ну, естественно, конечно, Украина гораздо более компактная страна. Вы понимаете? Ну, как можно сравнивать Украину и Россию? Россия состоит из абсолютно неоднородных по этническим признакам, по уровню жизни, по фантастически различным, по пространственной локализации, да, ну, и по культуре. Это как бы такая... Ну, империя. Ну, что вы хотите? Это, правда, еще сейчас осколок империи, но, тем не менее, очень огромный. И там, конечно, эмпатии ожидать в одном регионе, представить там другой, очень трудно. Тем более, что Россия невероятно централизована, понимаете? Она построена... Ну, это москвацентризм, это вполне понятно. Какая может быть москвичей эмпатия к бурятам и ликтувинцам? Они их вообще считали... Мы же с вами вышли из Советского... Даже в Советском Союзе, где проповедовался интернационализм, их только *** называли. Простите, меня называли ***. Я учился в Москве, поэтому я немножко лучше знаю, что такое Россия, чем многие мои коллеги, которые учились здесь. Вот, и это для меня вообще, конечно, невероятно это... Что если раньше я говорил, что я закончил московский университет, я мог, так сказать, ну, как бы, с каким-то пиетом. Теперь мне стыдно об этом говорить, но я должен говорить, потому что так было. Но я просто помню, меня там называли ***. Моих коллег называли из... Из Тувы, кстати говоря, но их вообще на людей не смотрели, понимаете? Это удивительный феномен. Москвичи вообще не воспринимали... Они даже на своих этнических собратьях смотрели сверху вниз, понимаете? Ну, как детки московские, детки там от какого-то Саратовской области. Это были разные абсолютно. Миры, это миры. И это были сословные миры. В Москве, это уже Россия очень интересная сословная государство. Украине такого не было. Украине, в общем-то, все были близки. Тут проехать Украину за сутки можно с конца в конец. Меньше, чем за сутки с конца в конец, понимаете? Это страна более компактная. И это все-таки страна с гораздо более... Ну, я бы так сказал... Мягкой культурой. Понимаете? В принципе, скептиками и людьми, способными проявлять сочувствие. Друг другу, потому что все они находились постоянно под давлением. Это было как бы открытое поле, по которому ходили многие вот имперцы, которые сейчас на нас лезут. Украина выработался, конечно, совсем другой феномен. Мои коллеги, москвичи, которые приезжали сюда, к Киеву, они отмечали сами, насколько тут мягче вообще. Мягче нравы, мягче отношения. То есть это метод этой жесткости имперской. И вот если в России, понимаете, в чем трагедия? Трагедия России в комплексе старшего брата, в комплексе своего превосходства. Украинцам был комплекс, чем боролись всегда украинцы, украинские мыслители, меньшевартости. Давайте мы преодолеем комплекс меньшевартости. Ну так преодолели мы очень просто. Сейчас, вот смотрите, если возвращаясь к этому. Вот этот комплекс меньшевартости всегда был. Вот если она не могла создать свой государь, ну что тут сделаешь? Интересная культура, традиции демократии, казахской военной демократии. Все есть, все вроде бы есть. Трудолюбие, ну все, что надо. А вот ничего не получится. Обменшевартость и все. Вот мы его преодолели буквально за год. У нас после того, что украинцы, это единственная сейчас сила, которая может противостоять, нашествию. Ну как, скажем прямо, очередного нашествия Азии на Европу. Каждую тысячу лет должно быть на то. Атила шел, потом Баты. Ну вот теперь потомки идут на Европу. И Европа это постепенно начинает осознавать и осознавать, что у нее есть единственный боец. И украинцы это поняли, что они такие. Понимаете? А тут нет никакой меньшевартости. Поэтому вот психологический, психотип даже меняется буквально за последнее время. Очень дорогой ценой. Но это не наш выбор. Мы бы лучше десятилетиями преодолевали эти комплексы без этих страшных трагедий. Но это не наш выбор. Продолжение следует...